Приветствую друзья! Наверняка многие задавали себе вопрос, от каких планов мирового правительства нас отвлекает тема чипирования. Ведь совершенно понятно, что чипировать нас в ближайшие годы никто не будет. Слишком много тех, кто против этого и подавляющее большинство людей чипировать себя не дадут. Поэтому вся эта шумиха про чипирование была просто отвлекающим маневром. От чего же нас отвлекали? Об этом видео. Теперь ответ на этот вопрос стал очевидным. Вот свежая новость с сайта газеты «Известия». Закон, расширяющий возможности применения биометрии, с высокой степенью вероятности будет принят в России до конца 2020 года. Точность идентификации человека составляет 99,99%. Казалось бы, невинная новость. Якобы этот закон нужен для того, чтобы мы могли платить в магазинах с помощью своего лица. То есть, вместо того, чтобы доставать наличные деньги или карточку, ты смотришь на специальный прибор, установленный на кассе, система распознает твою физиономию и с твоего счета автоматически списываются деньги. Вроде бы хорошо и полезно, но специалисты, которые работают в торговле, говорят, что эта система им не нужна. Им и без нее нормально. Тогда кому на самом деле нужно, чтобы был принят закон, позволяющий опознавать человека с помощью камер? Давайте посмотрим на Китай. Там по всей стране установлены более 500 тысяч видеокамер, соединенных с системой распознавания лиц. Полмиллиона видеокамер. От них никуда не скрыться, никуда не убежать. Весь мир обошла новость, как китайского мужчину, подозреваемого в какой-то деятельности, одна из таких камер опознала в толпе и 60 тысяч человек. Дело было на концерте, куда приехал этот подозреваемый. Он чувствовал себя в безопасности и не подозревал, что камера системы распознавания его поймает, даже в таком огромном людском море. Вы думаете, что если передвигаться по тем улицам и переулкам, где нет камер, то можно скрыться? Вы ошибаетесь. Китайские полицейские и агенты служб уже оснащены очками, подключенными все к той же системе распознавания лиц. Поэтому скрыться нельзя нигде. Согласитесь, это страшная картина. И вот теперь закон о распознавании человеческих лиц принимается в России. То есть теперь по закону можно будет и у нас везде понастоять камер, которые будут отслеживать каждый наш шаг. А что потом? Потом все эти системы распознавания в разных странах объединятся в одну общемировую. Вот так и будет установлена тотальная диктатура, без всякого чипирования. А любого, кто будет против нее, мгновенно отследят, где бы он ни прятался. Еще одна новость, которая появилась буквально на днях. Центробанк готовит цифровой рубль. Теперь это еще одна форма национальной валюты, которую планируют выпускать. Пока существуют две формы – наличные и безналичные деньги. Цифровые отличаются от них лишь формой, но в целом выполняют те же функции – средства платежа, сбережения и мера стоимости. Подобно банкнотам, каждый из которых имеет свой номер, единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом. Новая валюта эквивалентна существующим рублям, то есть один цифровой рубль равен одному наличному и безналичному. Ее легко переводить как в наличку, безнал, так и обратно. По мнению ЦБ, надобность введения цифровой валюты продиктована временем. Цифровизация экономики и развитие финансовых технологий сформировали запрос общества на новые передовые способы платежей. Единая система денежного обращения, объединяющая три формы российского рубля – наличную, безналичную и цифровую – будет в полной мере удовлетворять современные потребности экономики и открывать новые возможности для ускоренного внедрения инноваций в финансовом и реальных секторах, отмечает ЦБ в своем докладе. Ну что, не ожидали такого поворота? Думали, что цифровое будущее – это нечто отдаленное? Нет. К сожалению, это уже ближайшее будущее, которым у нас активно ведут. А тут на фоне таких новостей и приближающиеся выборы в США, которые также очень сильно повлияют на мир. Внешняя политика для рынков, конечно, очень важна. Первый вопрос, который приходит к голову – это взаимоотношения между США и Китаем. Для Трампа это важная болезненная тема, потому что торговые войны были одной из его ставок. Трамп воюет с Китаем по полной программе. Есть ощущение, что до каких-то конкретных прямых воинственных действий дело у Трампа сейчас не дойдет, особенно перед выборами. Это повредит экономике и фондовым рынкам. Он в заложниках, но, по крайней мере, риторика в этом направлении будет. Это фактор неопределенности. Будет ли результат выборов влиять на фондовые рынки и экономику в целом? Безусловно. Обрушит ли он ее? Не факт. Но здесь есть всегда опасность, ведь перед такими масштабными событиями велика вероятность различных глобальных и масштабных провокаций. Поэтому дойдет ли дело до выборов – покажет только время. Друзья, ну а вы пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также ставьте пальцы вверх, если видео понравилось. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!